В рамках рабочей поездки в Пинск председатель область полкома Анатолий Лис посетил открытое акционерное общество «Полесье». Сегодня одно из ведущих предприятий легкой промышленности относит к числу проблемных. Необходимо определиться с дальнейшими направлениями его деятельности, отметил Анатолий Васильевич. Сегодня одним из главных приоритетов работы здесь является выполнение мероприятий по финансово-экономическому оздоровлению акционерного общества. А это снижение затрат на производство продукции, выполнение программы по энергосбережению, оптимизация свободных площадей. О том, какие меры уже приняты, во время осмотра предприятия губернатору рассказала исполняющая обязанности генерального директора Татьяна Лугина. Произошли реорганизации цехов и подразделений управления. Анатолия Лиса ознакомили с планами по техническому переоснащению. Перед руководством открытого акционерного общества «Полесье» и его коллективом сегодня стоят очень серьезные задачи. Необходимо успешно конкурировать на рынке товаров легкой промышленности, отчего, к примеру, белорусы за трикотажными изделиями ездят в соседнюю Украину. Почему затраты на нашу продукцию в разы больше, интересовался во время осмотра цехов губернатор. Для того, чтобы вывести предприятие на необходимый уровень, нужны взвешенные решения. Анатолий Лис провел рабочее совещание, в котором приняли участие председатель государственного концерна «Белорекпром» Николай Ефимчик, председатель пинского горосполкома Андрей Мулярчик и его заместитель Михаил Самолазов. Во время визитов в Пинск Анатолий Лис посетил строящуюся школу. 1 сентября учреждение образования уже примет своих учеников. С темпами строительства школы губернатора познакомил генеральный директор строитреста номер 2 Николай Бондарчук. Что по планам срок окончания? Срок окончания мы к 1 августа передаем все три блока. Строймонтаж? Строймонтаж. 100% к 1 августа? 100%. Вы в графике? В графике. В графике. Что не опережаете? Что мешает? Мы будем сдавать по блокам. Для того, чтобы сегодня школа планового заселения 2-го блока мы уже отдаем 1 июня. 3-го отдаем 1 июля. Я сказал на объектах строительных, значит, что мы сроки на 30-40% должны уменьшать. Уменьшая сроки строительства, мы уменьшаем стоимость объектов. Что сделано здесь? По этому вопросу. Значит, сегодня здесь работает 300 человек на объекте. Три смены работаете? Значит, сегодня мы работаем не в три смены. Почему? Что не хватает людей? Хватает людей. Что не работает? Большое внимание Анатолий Лис уделил качеству выполняемых работ. Мы сегодня один объект в социальной сфере, в образовании, строим только здесь, в Пинске, в Голубе. Сегодня денег нет. И деньги, которые выделены, должны использоваться рационально. И ничего не переделывать. Для того, чтобы сократить сроки строительства, необходимо правильно организовать работу, пересмотреть графики, работать в три смены, если это необходимо, заострил внимание Анатолий Лис. В ситуации, когда средства поступают, рабочие силы в достатке, необходимо скоординировать работу так, чтобы закончить строительство школы как можно быстрее. В числе объектов и предприятий, которые посетил губернатор, были закрыты акционерное общество «Амкодор Пинск», завод искусственных кож, а также футбольная академия. Здесь шел разговор о строительстве еще одного бассейна в Пинске, а также о других мероприятиях по пропаганде здорового образа жизни среди населения. Субтитры создавал DimaTorzok